Париматч Жанепро Хоккей Лигаса. Женеске Куатталган. Ну и в целом, надо сказать, что в этом периоде, несмотря на единственную шайбу от кранов, Барыжаз поинтереснее смотрелся. Больше создавал свой товар от Максима Дубовича, но все же первый период остался за командой из Караганды. Ну и второй период, конечно, во многом стал определяющим для подопечных Тимура Иржипова. И Барыжаз, конечно, во втором отрезке игры свое возьмет. Ну и две шайбы, они забросят во второй двадцати минутке. Ну а так, в целом, конечно, игра, наверное, была не самая грубая, несмотря на эти моменты. Но все же шайбы Асаналий Саркенова и Александра Перкина и Барыж у нас второй период выиграет. Вот она первая шайба, а Саркенов здесь, конечно, индивидуально очень здорово все исполнил. Ну и ему Мстислав Щепилин здесь ассистировал, отдавал голевую передачу. Ну и вот, собственно, так вот счет у нас был, так он сравнялся счет. Ну и чуть позже уже Барыж вторую забросил. Здесь у нас уже Александр Перкин отличился от Кипубов и Кожебеков ему ассистировали. Так, ну и, соответственно, вот с другого ракурса на эту шайбу мы смотрим. Второй период, как мы уже выше сказали, остался за командой Барыжас. И уже на третий отрезок игры команды выходили с результатом 1-2 в пользу гостей из Астаны. Ну и, конечно, надо отметить, что Барыж все-таки мог и третью забросить. Все-таки неплохо команда смотрелась впереди. Вот, особенно вот эта передача, ну и вот здесь все-таки получает у нас повреждения Абзал Алибек, один из ярких, наверное, хоккеистов своей команды. Но Кран старался, старался сравнять счет и, конечно, получал порцию тритики от своего же главного тренера. Но в итоге своего добил уже ближе, наверное, к середине третьего периода. Там троганинский счет сравняли, Виталий Башко отличился, ему здесь Денисов и Шрайнер ассистировали. Ну и в итоге спас свою команду от поражения, хотя игра была по многим компонентам равная. Ну вот была она статистика, где-то, наверное, больше Кран бросал поворотом. Ну все же, наверное, и у Барыжас жас, неплохо шайба ходила, неплохо перемещалась. Ну и, соответственно, вот сейчас здесь, конечно, единоборств у нас было немало, но все-таки до какой-то откровенной грубости, к счастью, у нас дело не дошло. Ну и все слилось у нас в овертайм, и где вот уже шайба Белоуса стала победной, и таким образом Кран сегодня добился. Очень трудной, но, с другой стороны, важной победой. Опять же, эта игра до первой ошибки, и именно Барыжас ее сегодня допустил. В целом, конечно, игра смотрелась, игра, наверное, была не самая динамичная и зрелищная, но, с другой стороны, очень плотная и с обилием хороших, неплохих моментов. Итоговая статистика, броски поворота, видите, 32-32, все равно у нас, и выигранные сбрасывания, хоть и в пользу Крана, но, опять же, недалеко карагадинцы ушли, 32-29, 10 штрафных минут у команды Кран, и 8 у Барыжас. Ну что ж, таковы цифры, таков хоккей, 3-2, сегодня Кран празднует победу. Любите хоккей, смотрите хоккей и берегите себя.